Всем привет, очередная большая стопка посылок, вот их столько, я так понимаю это все с разных магазинов, сильно я не проверял, что с чего, одна посылка с JD, две наверное с Rosegal или Gamis и часть с Gearbest, ну давайте как по традиции распакуем все сначала, а потом уже будем смотреть что пришло. И так давайте смотреть, пришло много посылок, в основном я смотрю это Rosegal, Gamis, по-моему, и мало посылок с Gearbest, вот фонарик Xiaomi, это точно Gearbest, в других магазинах я его не покупал, и вот этот фонарик, давайте сразу с него и начнем, посмотрим. Как его открыть, ага, это фонарик для сына, покупался. Ага, здесь надо нажимать на хвост, или кнопка, ага, сзади кнопка, смотрите, вот такой вот фонарик, уже коллекция есть у меня, вот это вроде бы уже последний из коллекции, хвост у него крутится, у этого парнишки. Вот, и давайте посмотрим, как он светит. Тоже звук мяча, вот, класс, откладываем. Далее, вот это, вот это точно с гами, 150 центов их продавали, я их накупил сдуру, они на фотографии так выглядели прикольно, эти крепления, я их реально натарил, не знаю, штук, наверное, 5-7 купил по 50 центов, а они реальный обстой, то есть, ну, дебильная вообще подставка, то есть, ну, мне очень не нравится, они еще грязные все. Вот, вот, жалею, что купил, реально думал, что будут прикольные, но, увы, они реально отстой, лучше не брать, ну, ссылка, тем не менее, будет в описании. Далее, вот это вот тоже трансформер с GearBest, по-моему, трансформер собирается в машинку, будет собираться, вот, давайте попробуем его раскрыть, давайте попробуем. его собрать, вот, оп, отломалась ножка сразу. Так, ну, это перевод же, правильно? Вторая ножка отломалась, что-то они отпадают, не фонтан, в общем, трансформер этот, ну, наверное, вот так. И вот так получилось собрать вот такой вот трансформер. Ну, в общем, я не помню, сколько он стоит, но своих денег он не стоит, однозначно. То есть, такой, ну, фуфловенький, просто сделан, и он реально растеряется быстро. Вот эти ноги поотпадают и потеряются где-то очень быстро. Вот, такой вот он маленький. Кому интересно, ссылка будет в описании, но мне не нравится, то есть, я не могу советовать эту штуку. Вот, откладываем. Далее. Что это? Это вот подставка у нас, вот такая вот для планшетов, телефонов. Я реально думал, она будет меньше. Вот так это выглядит, такие две руки крепкие, большие. Давайте попробуем какой-нибудь телефон вставить в него, в эти две руки. Вот, с чехлом не вставляется. Видите, ну, тем не менее, она держит даже, не вставилась плотно, но держит хорошо. Давайте попробуем телефон без чехла вставить. Тоже вставляется хорошо, видите, и держит жестко. Вот, ну, прикольно такая подставочка, то есть, ну, гнется, разъебается, сгибается крепко. Вот, ну, прикольно. Можно брать, если недорого. Ссылка будет в описании. Так, откладываем. Далее, давайте, уберу телефоны. Что у нас дальше? Дальше у нас Орика. Это, по-моему, из JD мы заказывали. Кобелек Орика, обычный кабелек. Давайте посмотрим. Их по 99 центов там заказывали. Это Type-C. Вот. Выглядит хорошо. Вот здесь гравировочка Орика. Вот такой вот хороший кабелек. Type-C. Сейчас Type-C уже все больше и больше проникает в нашу жизнь, поэтому накупил немного Type-C. И так дальше. Второй кабель, не помню откуда, будет ссылка в описании, но, по-моему, наверное, все-таки тоже JD или Gearbest. Это кабель уже USB на micro-USB. Ну, сделан неплохо. А если 0,35 А выдает, то все, зашибись будет. Вот. Это что у нас? Это с кабеля Орика выпало. Вот. Ладно, откладываем. Потом, вот это вот, скорее всего, Rosegal. Я так понимаю, это такие вот щипчики небольшие, карманные. Вот, да, очень маленькие, компактные. Ссылка будет в описании, как они открываются. Так. Ага, вот. Вот такой вот инструмент карманный. На брелочек его вешать. Плоскогубцы идут. Вот. В общем, далее. Вот отверточка. Это не вытягивается. Такой ножичек, или что это? Ножичек, да. Ножичек, но он тупой. Вот. Далее. Это что у нас такое? Не знаю, как этот инструмент называется. И последнее. Оп. Очень туго все открывается. Вот пилочка. И не знаю, как этот инструмент. Вот два вот таких инструментика. Компактный инструмент. Ну, вот я, как бы, отверточка, да? Можно пользоваться. Давайте сложим и посмотрим. Вот. Вот так открыли отверточка. Покрутили, что нам нужно. Вот. Можно даже вот так. Покрутили. Вот так. Покрутили. Закрыли. Все неплохо таки, но я думаю, вот эти вот крепежи, если часто ими пользоваться, вот эти вот перетрутся со временем и отломаются вот эти вот ножки. Хотя и крепко оно тут держится, и такая заклепка уверенная. Но мне кажется, что все-таки они когда-то перетрутся, если часто пользоваться этой штукой. Ну, она стоит сущие копейки, поэтому переживать, как бы, за долговечность особо и не стоит. Вот. Долго проработает хорошо, недолго, ничего страшно. Вот. Так. Все мы посмотрели. Вот эта вот сухолка эта с розыгал за 11 центов. Я ее покупал недавно, она уже была, поэтому останавливаться на ней не будем. Ну, и последнее, что я хотел посмотреть, это вот роботы из Star Wars, да? Из Звездного Война. Вот такой вот чувачок. Коробка одна, то есть оба покупались в одном магазине. Оба вот одного коробка немножко примята с двух сторон. Вот так вот немножко пожмята. А вот вторую серьезно вбивали ее прям порванно. Видите, серьезно ее вбивали прям в финале. Кому-то пытались ее затолкать, наверное, в машину или не знаю куда. Вот. Но уничтожали ее, пытались уничтожить конкретно. Ну, не уничтожили. Так, рассыпалась она сразу. И вот здесь инструкция. Ну, и давайте раскроем, посмотрим. Если помните, сейчас, секунду. У нас уже был вот такой вот из Звездных Войн. Это из той же серии робот. Вот. Ну, он мне понравился, я его собирал. На камеру у нас обзор где-то есть уже на него. И ему приобретен был... Вот он с другой стороны. Ему был приобретен вот такой вот друг. Вот. Плащ даже есть. Как-то так. Вот. Но друга мы будем собирать уже немножко позже. Тоже сниму процесс сбора на видео. Тут, в принципе, ничего сложного. Этого я собрал, не знаю, минут за 20, наверное. Вот. Ну, это как бы как оно выглядит. Вот набор запчастей. Все то же самое. Что и с этим. Поэтому позже соберем. Один я покупал для себя, а второй купил крестнику на подарок. Ну, и хорошо, что хотя бы не две коробки уничтожились полностью. Вот. Немножко поровняем. Ну, я думаю, сойдет на подарок. Конечно, жалко, что коробочка пожмакалась так серьезно. Начал уже собираться и обнаружил, что мы одну вещь упустили. То есть, собрал вещи и обнаружил, что мы пропустили вот берлонг. Зарядник берлонг. Такой вот зарядничок. Вот. Ну, давайте как раз и протестируем вот такой вот кабелек возьмем и посмотрим, что он нам даст. Он должен быть с подсветкой, я так понимаю. Давайте переместимся и сделаем замерчики. Вот так вот будет выглядеть наша чудо-установка. И подключим к этой установке два телефона. Redmi 3S и Redmi 4X. Пойдем к розетке. Итак, первое, на что хочу обратить внимание. Вот я подключил. Пришлось отключить роутер, потому что не вмещался. Есть у нас здесь подсветка. Вот она включается. Вот так вот он приятно светит. И давайте сейчас подключим смартфоны. Сейчас я вот подключаю Redmi 4X. И смотрите, мигать сразу начал. Вот. И пошел 5 вольт 0,94 ампера. Так, пошел 0,473 вольта. Зарядка пошла. 473, 0,43 ампера. И здесь просела на 0,44 ампера. То есть, получается, зарядка выдает 1 ампер на двоих. Ну, и при этом просадка небольшая по вольтажу. То есть, здесь сейчас вольтаж 4,77. Там 4,81. Здесь 4,74. И здесь 0,44 ампера. Там 0,39, 0,37, 0,45. То есть, скачет. Вот. Поэтому дает около 1 ампера на двоих. А ну, давайте попробуем отключить. Все. Теперь он просто отключен. Давайте включаем. И попробуем сейчас выключить свет. Посмотрим, как оно загорится. Круто. Получается, все работает. Я вначале думал, что это глюки. Но это просто глюки. Я махал рукой, закрывал свет, получается. И он начинал загораться. Вот. Вот такой вот перлонг. Дает 1 ампер. Мне нравится. Буду пользоваться. Ничего не греется. Телефоны оба заряжаются. Так. Redmi 3. Да. Оба телефона заряжаются. Оба идут зарядки. И, возможно, пол ампера он показывает из-за того, что эти телефоны потребляют 0,35-0,5 ампера для зарядки. Возможно, из-за этого он дает меньше. Но у меня, к сожалению, негде проверить. Ну, нет ни нагрузки, ни какого-нибудь другого устройства, которое будет сосать больше, чем пол ампера. И поэтому как-то так. Вот. На этом у меня все. Заодно им кабеля, по кабель проверили. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.